Всем привет! Ну вот и настало время сравнить два мега популярных телефона Redmi K20 против Xiaomi Mi 9 SE. Также эту битву можно назвать Xiaomi Mi 9T против Xiaomi Mi 9 SE. Мне кажется, в таком высоком ценовом сегменте это два телефона, одни из самых популярнейших сейчас на рынке, и обязательно нужно их сравнить, потому что по показателям плюс-минус они где-то одинаковые, и тогда каким выводом мы придем, мы узнаем совсем скоро, друзья, погнали! Итак, первый момент, это комплектация двух этих телефонов. Redmi K20, ну, собственно говоря, сам телефон, кабель USB, USB-C, зарядка Quick Charge 3.0, также есть скрепка, мануальчик, чехол, и чехол, друзья, в комплекте очень даже отличный. Xiaomi Mi 9 SE, также телефон, кабель USB, USB-C, зарядка Quick Charge 3.0, скрепка, мануальчик, чехольчик, ну, так себе неплохого варианта, и также есть переходник на миниджек. Комплектации одного и второго телефона, в принципе, плюс-минус одинаковые, поэтому здесь пока что идем вровень. Также, друзья, я установил тест на батарею, где-то приблизительно на час, на час будем тестировать два этих телефона. Третий момент, друзья, это железо, то есть центральный камень и видеоускоритель. Redmi K20, 730 Snapdragon, построенный по 8-нанометровому техпроцессу, видеоускоритель Adreno 618, Xiaomi Mi 9 SE, 712 Snapdragon, то есть та же самая линейка Snapdragon в 7-сотых, но построенный по 10-нанометровому техпроцессу, видеоускоритель Adreno 616. В Antutu Redmi K20 убивает 213 тысяч баллов, а Xiaomi Mi 9 SE 178 тысяч баллов. Если говорить о чистых синтетических тестах, то Redmi K20, конечно, здесь побеждает, поэтому первая галочка достается Redmi K20. Следующий, друзья, момент это экран. В первом случае это 6,39 дюймов, Super AMOLED, Full HD+, разрешение 403 ppi. Mi 9 SE 5,97 дюймов, это Super AMOLED, Full HD+, разрешение 432 ppi. Если непосредственно сравнивать два этих экрана, то видно, что у Redmi K20 экран немножечко получше. Он лучше ведет себя на ярком свете, но все эти плюсы, все эти значения, они настолько минимальны, что они видны только тогда, когда ты всматриваешься в два этих экрана. То есть, по сути, никакой особой разницы между этими двумя экранами нет. И тот, и другой экран, в принципе, очень хорошего качества, очень хорошего уровня, и это классная AMOLED-матрица, поэтому здесь каждому телефону достается по плюсу. Пятый момент, друзья, это звук. В двух этих телефонах звук очень даже неплохой, и Mi 9 SE везде выигрывал по звуку, если мы сравнивали его с каким-либо другим телефоном. Но в этом случае, друзья, Redmi K20 звучит, ну, просто на порядок лучше. Я, друзья, не знаю, что туда воткнули, какой цап туда воткнули, но звучание у этого телефона и динамика у этого телефона просто потрясающе. Давайте послушаем примеры. Redmi K20 здесь заслуживает очередной плюс. Шестой момент, это сканер отпечатков пальцев. И в том, и в другом случае, это подэкранный сканер отпечатков пальцев. Пока они развились не так еще сильно, не так они хорошо работают, как хотелось бы, как стандартный сканер отпечатков пальцев. И в том, и в другом случае, он срабатывает, по сути, одинаково. Мне кажется, что здесь стоит абсолютно одинаковый сканер отпечатков пальцев. Как бы я их не тестировал, по скорости они плюс-минус одинаковые. Поэтому здесь, друзья, пока что ничья. Седьмой момент, это дизайн. Да, я знаю, что дизайн это очень индивидуальный момент. Каждому нравится что-то свое. В принципе, в этом и наша фишка, наша сущность. Как они выглядят, да, два этих телефона, они действительно очень достойны по дизайну. Конечно, здесь большое отличие, что у Mi 9 SE есть капелька. У Redmi K20 чистый такой безрамочный экран. В этом, может быть, есть определенное преимущество. Хотя, кому-то, может быть, нравится и капелька. В общем, в целом, друзья, это очень красивые, достойные друг друга телефоны. Поэтому здесь по плюсу каждому телефону. Восьмой момент, это модули связи. Модули связи, конечно, очень важный момент для телефона. Потому что, в принципе, изначально он для этого и создавался. 4G LTE в первом и во втором случае работает без проблем. Можно смотреть видео, видео онлайн и тянет очень даже неплохо. Wi-Fi и в том и в другом случае 2,4 и 5 ГГц раздача и прием. Это тоже, друзья, очень отлично. Потому что вы можете принимать очень быстрый, шустрый, мощный Wi-Fi. Также, друзья, NFC есть и в первом и во втором случае. Это тоже, друзья, круто. Как настроить NFC в Redmi K20 и Mi 9 SE, чтобы он работал и сработал везде. Просто отлично, идеально. Вот здесь ссылочка появится сверху. Тоже можете посмотреть там видео на втором канале. В общем, здесь, друзья, тоже по плюсу каждому телефону. Девятый момент, это порты. В первом случае USB Type-C. Зарядка также в комплекте идет Quick Charge 3.0. Миниджек присутствует. И сим-лоток. Туда можно установить только две наносимки. Во втором случае у нас USB-C. И зарядка в комплекте Quick Charge 3.0. Миниджека, к сожалению, нет. И тоже сим-лоток не комбинированный. Только две наносимки сюда можно установить. Здесь, друзья, не самое большое преимущество. Но все-таки оно за Redmi K20. Потому что здесь, в принципе, есть миниджек. Это реально классная штука. Может быть, кому-то, друзья, это не нужно. Но для меня это вообще большущий-большущий плюс. Десятый момент. Это примеры фото на основную камеру. Давайте посмотрим примеры. Друзья, и по классике жанра мы уже взяли тестер для линз. Вначале основная фотография. Так называемая 12-мегапиксельная камера. Слева Redmi K20. Справа Mi 9 SE. Если приглядеться, разницы особой нет, друзья. Но в Redmi K20 здесь на пятом ряду есть какие-то намеки на то, что здесь есть полосы. На Mi 9 SE здесь полнейшая каша. То есть вообще разобрать ничего нельзя. Но в целом по 12-мегапиксельной камере здесь прям все окей. То есть они очень-очень даже достойные. Давайте пойдем к краю линзы и проверим, насколько там ситуация ухудшается в одном и в другом случае. Mi 9 SE немножко здесь повалился. Да, немножко стал мылить. В Redmi K20 ситуация гораздо лучше, гораздо качественнее. Пока что, друзья, не будем спешить. Перейдем к следующим фотографиям. В следующей фотографии сделан тоже тестер для линз. Обратите внимание, на Redmi K20 20 мегабайт фотографии, а здесь всего лишь 15 мегабайт. Это Mi 9 SE. Ну и, соответственно, разница должна быть здесь. Обратите внимание, пятый ряд виден как в одном, так и в другом случае. Это говорит о том, что вообще качество фотографии очень хорошее, детализация очень хорошая, но приблизим. И когда мы приближаем на Redmi K20, конечно, детализация гораздо лучше. На Mi 9 SE немножко здесь вот повалился он. Давайте отпустимся ниже. Здесь та же самая ситуация. Идем еще ниже. И здесь, в принципе, все то же самое. Поэтому здесь ошибки не может быть. Идем к краю линзы и посмотрим здесь, как ситуация. Делаем кропы. Обратите внимание, на Redmi K20 ситуация гораздо лучше. Mi 9 SE, в принципе, немножко повалился. Но плюс-минус, друзья, я оцениваю это как очень два хороших телефона по фотовозможности. Потому что здесь мы просто уже настолько кропим, насколько это, в принципе, возможно. Но Redmi K20, конечно, лучше. Следующая фотография сделана в полной темноте. И HDR ни в одном, ни в другом случае особо не вытаскивает. Вот таким образом выглядят две этих фотографии. Следующие фотографии такую сложную цветопередачу я взял. Вот таким образом передается цвет. Цвет фольги. Ну, цвет дерева. Да, это естественный такой цвет. Плюс-минус эти две фотографии тоже, можно сказать, одинаковые по цветопередаче. Следующая фотография сделана через окно. Здесь Mi 9 SE более плотный такой цвет сделал. Здесь цветопередача на Redmi K20 немножко более светлая. Но по детализации, в принципе, плюс-минус они одинаковые. Поэтому две вот такие неплохие фотографии получаются. Одиннадцатый момент. Давайте посмотрим примеры видео на основные камеры. Xiaomi Mi 9T или же Redmi K20 Pro снимаем и звук пишем непосредственно на телефон, чтобы вы могли оценить, проверить качество стабилизации, картинки, цветопередачи, все такое. Я сейчас немножко потрясу и можно проверить. Мне очень нравится здесь стабилизация. И сейчас мы переходим на широкий угол. Широкоуголка это реально классная штука. Для видеозаписи, для монтажа, потом непосредственно после, постпродакшена и так далее. Это реально очень классно, потому что мне нравится. Я планирую использовать телефон для того, чтобы снимать влоги, потом выкладывать их на втором канале. Но еще у него есть такая тема типа телеобъектив. То есть сейчас мы на телеобъектив снимаем. Тоже здесь есть стабилизация. Снимаем сейчас на Mi 9 SE на основную камеру. Проверьте, как выглядит стабилизация. Сейчас я немного потрясу. Мне нравится, в принципе, и та, и другая камера. Сейчас мы делаем щелчок и переходим на широкий угол. Очень интересная картинка. И в том и другом случае она есть. И это очень круто. Но в Redmi какое отличие? Есть сразу же кнопочка, чтобы вы переходили в телережим. А здесь этой кнопочки, к сожалению, нет. И знаете, друзья, в основных камерах я особой разницы не заметил. В Redmi K20 есть только телеобъектив дополнительный. Но это не такой уж большой плюс. Поэтому здесь оба телефона заслуживают по плюсу очередному. Двенадцатый момент, друзья, это фронталка. Слева Redmi K20, справа Mi 9 SE. Здесь, обратите внимание, есть небольшого рода шумы. Здесь более-менее все замылено. Сделаем очень даже большой кроп. То обратите внимание, насколько здесь хорошо прописаны волоски. То есть в плане детализации у Redmi K20 еще очень большой запас. Mi 9 SE более такая анимешная фотография получается. То есть он очень замыливает. Здесь тоже деталей, друзья, не хватает. В целом по детализации, по фронтальной камере, конечно, выигрывает Redmi K20. По фронталке мне тоже понравился Redmi K20. Потому что снимает он просто великолепно. Поэтому здесь заслуженный плюс. Тринадцатый момент, друзья, это эргономика. Эргономика очень важная вещь в наш потребительский век. То есть насколько удобно пользоваться телефоном, делать на него видео, принимать звонки, скроллить по интернету и все такое. Друзья, ну если сравнивать два этих телефона, то Mi 9 SE, конечно, это просто супер эргономичный телефон. Наверное, это самый эргономичный телефон 2019 года. В соотношении цена-качество просто лучше этого телефона не существует. Им очень удобно пользоваться. Он совсем небольшой и все в нем очень-очень даже удобно. Redmi K20, в принципе, тоже эргономично продуман неплохо. Но если сравнивать непосредственно два этих телефона, то, конечно, Mi 9 SE здесь в плюсе. И четырнадцатый момент, друзья, это цена. Это один из самых основных показателей для телефона. Версия 4.64 Redmi K20 на Алиэкспрессе стоит в среднем 23 тысячи рублей. Вы можете найти его приблизительно даже за 21 тысячу рублей. Но плюс-минус где-то 23 тысячи, около 370 долларов, это его цена. У официальных дилеров этот телефон стоит 26 тысяч рублей, то есть приблизительно 400 долларов. Mi 9 SE на Алиэкспрессе версия 6.64 около 17 тысяч 500 рублей. Можно найти такие телефончики. Кстати, ссылки вы можете посмотреть на телеграм-канале, на все эти телефоны, если вас они интересуют. Это приблизительно 274 доллара. У официальных дилеров он стоит около 25 тысяч рублей, то есть плюс-минус 375 долларов. А здесь, друзья, очередной плюс достается Mi 9 SE. Да, и подошло время теста автономности этих двух телефонов. Вышло больше часа. Мы два раза прогнали тест на автономность с помощью этого бэмчмарка. Смотрели видео, все такое, слушали музыку, друзья. И, в общем, за это время Redmi K20 сел на 18%. То есть осталось у него 82%. Xiaomi Mi 9 SE сел на 24%. У него осталось 76%. Ну, здесь вы сами, друзья, все хорошо очень видите. Redmi K20 это один из самых долгоиграющих телефонов сегодня на рынке. Мне его хочется сравнить, разве что только с Asus Zenfone Max Pro M2. Это был последний тест. Давайте посчитаем все плюсы двух этих телефонов. Redmi K20 мы считаем и здесь 10 плюсов. Mi 9 SE мы считаем и здесь 6 плюсов. Действительно, Redmi K20 меня удивил. Я думал, что он будет абсолютно на уровне Mi 9 SE. Потому что все-таки Redmi K20 это более дочерняя компания. То есть, ну, они как бы должны сделать чуть похуже свой флагман. Но оказалось, что субфлагман получился у них гораздо лучше. Это в плане фотосъемки, это в плане батареи, экономии и так далее. Xiaomi Mi 9 SE тоже остается действительно очень классным телефоном. Но если разница у них сравняется, то есть, по сути, цена будет одна и та же. А скорее всего, мы придем к этому времени, когда цена у них, по сути, сравняется. То тогда уже выбор, мне кажется, будет за Redmi K20. Но у Xiaomi Mi 9 SE все-таки есть свой козырь. Наверное, самый большой козырь этого телефона это его эргономика. Ну и, в принципе, камеры и все остальное действительно тоже на уровне. Друг, пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Всем хорошего настроения. С вами был я, Эдскрабер. Всем пока-пока.